Особо любят ходить в гости с пустыми руками. Вот я, наверное, один из тот человек, потому что я всегда благодарна, когда меня человек куда-то приглашает или зовёт. Вот, то есть, я не могу пойти там в гости, например, не купив продукт с собой. И обязательно что-нибудь прикуплю. Либо спрошу по дороге, что взять в магазине. Вот я такой человек, вот прикиньте. Есть люди, которые вот просто приезжают в гости и там как-то вот ничего не приносят. А я вот такой человек. Я вот не могу себе позволить пойти в гости с пустыми руками. Вот не совесть не позволяет. Хотя бывает, когда меня вот уж сильно уговаривают, я вот могу там пойти. Но это прям нужно сильно уговорить. Так, звезда Селена. Спасибо, ребятки, спасибо. Вот. А так, в основном, я в Москве по работе пожила, приезжая. И там же, также работаю удалённо на даче. Вот сейчас будет второй приступ карантина. Приступ карантина. Не понятно, что. Кстати, я научилась находить в карантине свои плюсы, ребята. Наконец-таки люди перестали нарушать твое личное пространство. Ты в эфир никогда никого не берёшь? Нет, не беру. Потому что, иначе интернет, трафик путается и... Ну зачем, ребят? Редко беру кого-то. И знаю, беру в основном людей, которых знают, и все. Когда я не хожу в гости с пустыми руками, не живя в Англии, поняла, что это только русский менталитет. Хорошая держка, считай, нам нужно... Ну, я не знаю. Блин, на самом деле, не только русский менталитет. Например, когда я жила в Италии полгода в Риме, у меня бывший мой мужчина, он итальянец. Вот. И мы жили с ним в Риме. Полгода я там жила. Рассажив, потому что я была маленькая, глупенькая и думала, что если я в Риме рожу ребенка, то все. То, как бы, я там оставлю ребенка, потом не вывезла. В общем, всего-всего меня напугали, послушалась мнения и уехала. Ну, слава богу, мы до сих пор с ним общаемся. Так вот, не к этому. Такая маленькая предыстория. В Риме, кстати, я... Мы постоянно ходили и что-то покупали. Хотя там не принято, но постоянно покупали какие-нибудь багеты вкусные, там, в кирпице и так далее. Так. Силен, как написать Яббарову? Где тебе пишите? Заходите в прямые эфиры, пишите в Панте. Тогда он тебя заметит. Большими буквами спами. Силен, тебе очень красивый букв. Спасибо. Ну, почему так мало народу смотрит? Ну, потому что первых час ночи. Во-вторых, как бы, я больше участвую в проекте. Я не знаю почему. Спроси у людей, почему так мало народу. Сделай социальный опрос. Почему так смотрит мало народу? Бесит я такие паров. Ну, напиши. Он, знаете, как бы, он волнами. То бесит, то не бесит. Ты нахожешь обратно на проект? Блин, я бы вернулась на проект тупо для того, чтобы мне поснимали камеры. Вот чисто за пиар бы я вернулась. А так отношения строить там не с кем. Тем более, что у меня за периметром сейчас есть отношения. Вот. Я общаюсь сейчас с мужчиной. И вроде бы у нас все как бы хорошо. Алвина, мой самый преданный человек, моя хорошая. Спасибо, что я спалила. Мне прям неловко от того, что ты меня вот так вот сюда-сюда. Так приятно. Очень спасибо тебе большое, дорогая. Пожалуйста, прикрати, иначе мне вообще покраснеет. Ура, все, ребята, прекращайся. Ура, все, ребята. Ура, все, ребята. Подкова у тебя на лбу. Подкова у тебя на лбу. Да, 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 вот она. Специально, чтобы вы не смогли меня сглазить. Половина из вас завистников сидит. Пытается он меня тут наговаривать. Что сегодня с Клабой заказывали в ресторане? Я не была с Клабой в ресторане Я написала не тебе, ой, не ври Ну такие балаболы у меня вообще и сидят Вот сейчас у меня эфир выйдет в субботу Народ опять пробежит Потому что видите, сразу начинается Когда тебя нет в субботе, конечно, все такие Пойду, пойду на проект, посмотрю, что там, что там, что там Потому что здесь в основном фанаты дома два сидят Вот, тем более то, что многие фанаты Они не только себе пишут приятные слова, но и многим другим Расскажи, чем занимаешься по жизни Живу, наслуждаюсь жизнью Изучаю астрологию сейчас Астрологию, нумерологию Сейчас изучаю психологию, психоаналитику, психофизику Снимаю вайну, веду блог Сейчас буду спускать в телеграм-канал Потом еще сейчас буду делать марафон Наконец-то, надеюсь Ну и много всего Похоже, я засыпаю Блин, тут точно макияж мне сделали? Евгения, спасибо Спасибо Касаемо религии, я агностик, но ближе к исламу Клавочка, привет, дорогая Вот, так мы с Клавой Мы с Клавой решили Запустить Запустить совместный проект Сейчас Клава придет И у меня взорвется все Клавочка, привет, моя хорошая Родненькая, смотри Наверное, это мой рай Офигеть, это ведь где так у тебя Мы с этим, с человеком Привет, слушай Я как раз таки рассказывала Тут сидела в эфире Рассказывала ребятам Что мы с тобой собираемся Снимать скоро вайну На тему прав женщин Которых Осуждать за то, что она имеет право выбора За то, что Ее называют шалавой За то, что она просто поменяла партнеров За то, что Если женщина один раз там выпила Позволила себе выпить Там на выходной То сразу называют алкашкой И когда вам подобно И я Подожди Какая ухажка Это что? Ты вообще Нет алкоголя Я не пью Это все слухи Это все слухи Я как раз Рассказывала своим подписчикам По поводу того То, что мы с тобой Собираемся Снимать вайны На эту тему И в общем Будет очень весело Прикольно Да Можно знакомиться с Пашей Привет, Паша Привет, привет Это вы где? В ресторане с тобой Или где-то Или дома? Дома А, то есть Ты и мужчина дома У него дома Нет, у него У него дом соседний У него соседний башен А, то есть Ты у себя дома? Ты че? В Москва-Сити? Реально Нет Это он в Москва-Сити живет Я не живу в Москва-Сити Подожди Селен, ты меня видишь? Селен Клава Висок А Клава Чем лучше заниматься Рассказывай теперь Скажи, почему не живу в Москва-Сити? Почему? Рутиану Тебе нравится больше Че у нее с эфиром? Вот че за связью человека? Дурак Я не знаю, что у меня за связью Это в глушилке Свет Ужар Тупой интернет Либо у Клавы Такой тупой интернет Так Марсиагу Прибейте Она глотает там по ночам Клава Ты бежишь алкоголя Да Она бежит алкоголя Еще что сделать мне? Вот что мне еще сделать? Проведи ты себе пальцем Круге-нибудь Без алкоголя Это Селена Да Я на самом деле Без алкоголя Я не пью И Никому не желаю Потому что Блин Я не знаю Что мне делать с этим С одной стороны Знаешь Как будто думаешь Блин Ну что такого Алкоголь Ты вроде бы Позволяешь себе Раз в неделю выпить Потом этот раз в неделю Превращается Два-три раза в неделю То есть Я не знаю Я пока еще не пришла К какому-то правильному решению Стоит ли я алкоголь Оставлять Там хотя бы Бокальчик вина Или все-таки Стоит все это убрать Но вот Вино я очень На самом деле Вот винишко Вот я люблю Всегда любила выпить Сухое Или сухое Красное Но говорят Что Но говорят Что Вино в любом состоянии Оно вредное Надо Противопровождать Моя связь На тебя Хорошо получается Людей успокаивать Спасибо Катерина Ты клево Бери наколку слаба Я не буду ничего убирать Моя наколка Это мой бренд И это Это я Я ничего не буду убирать Вам надо Вы убираете Не знаю Колите Члена на лбу Тут мне многое советую Типа Я бы себе член Наколола на лбу Я бы себе Это наколола на лбу Типа Лучше член Наколи на лбу Лучше это Вам надо Вы колите Ребят Я ничего убирать Не буду Это мой знак Мне задолбался Мой бывший парень Блин Который принял Там ислам И он В исламе Я тоже в исламе Но у меня Свое понятие Ислам Свое понятие Мусульманство И у меня Все правильно Все хорошо И в общем Я достаточно Значительный человек Я считаю Что у меня Все нормально Все хорошо Губы накаченные Частично Да У меня сами По себе Губы Пухлые Но немножко Для объема Я их добавляю И для увлажнения Потому что С возрастом Губы Становятся В этой теме Поэтому Я делаю Очень аккуратненькие Губки Мне Реально Божник Подал Красивые Губы И поэтому Мне не приходится Качать их Там В полный объем Чуть-чуть Совсем Добавляй Все Ты знаешь Что у меня Хреново Я люблю Иногда Вино А муж Против Вот я тоже Иногда Люблю Вино Знаете Вот прям Иногда Хочется Красненького Винца Выпить Сыром Но я Заметила Что от Вина Очень жутко Хочется Потом Есть То есть Если ты Выпиваешь Вино То Потом Тебя Прям Пробирает На Еду Это Вообще Как-то Ужасно Кто был Пнадцать Твой Бывший Какая Разница Не Люблю На самом Деле Эти Вопросы Отвечать Про бывших Особенно Когда Идет Подсчет Сколько У меня Был Бывших А кто У меня Был В постели Вот это Все Перебирать Перетирать Как-то Не особо Хочется Потому что Это такая Тема Для меня Бывшая Это Очень Такая Больная Тема С каждым Бывшим Я Расставалась Очень Сложно Я Слышком Преданный Человек Это Наверное Моя Какая Моя Какая Индостаток Я Люблю Когда Людей Я Прям До Последнего Отдаюсь Человеку Без Какой-то Задней Мысли Пойти Там Куда-то Изменить И так Дали Я Прям Ко стьме Лягу За Любимых Людей Мне Своего Здоровья Мне Каких Своих Моментов Не жалко Ради Любимого Человека Вот В таком случае Музыхистка Просто Дело В том Что Я Считаю То Что Мой Смысл Жизни Это Помогать Людям В каких-то Моментах Особно Любимым Людям Не знаю Я Как-то Вот Просто Ну Не Только Кавказец Да Я Думаю Что Он Обо Мне Думает И На самом Деле Ему Хочется И Колиться Он Хочет Ко Вернуться Дело В том Что У Него Там В Семье Матриархат Всем Заправляет Его Мама И Он Очень Зависим От Мнений Человек Он Менит Свои Головы На Плечах Он Думает Он Думает Головой Других Людей Пожалуйста Пускай Я Не Собираюсь Я Там Его Ждать Я Уже Сколько Раз Ждала И В итоге Обожглась Мне Говорит Что Мне Делать Сам Семь Будет Не Собирается Я Считаю То Что Если Оставил Если Меня Предал Если Сделал С Выбор Иди Иди По Своему Выбору И До Свиданец Как У тебя Сейчас Минутерное Состояние Иногда Я Очень Загоняюсь Заморачиваюсь Иногда Я Очень Часто Думаю О Чем Смысл Жизни То Например Потому Что У меня Сейчас Такие Внутренние Пережимания Все Так Ислам Или Агностик Быть Либо Мусульманка Либо Агностик Но Я Конечно Склоняюсь Ближе К Агностику Потому Что Считаю Что Я Верю В Бога Считаю Что Все Религии Друг Друг Вторят Но Во Всех Религиях Есть Противоречия С С Которыми Я Не Согласна Поэтому Я Считаю Что Да Бог Существует Бог Есть Но То Что Говорят В Религиях Богословы Это Не Совсем Моя Тематика Не Совсем Моя Тема Но Я Склонна Верю Что Ислам Мусульманство Сейчас Будет Религии Номер Один Потому Что Сейчас Смотрите Какие Времена Сейчас Люди Все Больше Закрываются В Исламе Что Мы Верующие Мусульманки Они Закрываются Бог Един Я считаю Что Бог Один И Как бы Да Я Верю В Мона Больше То То Я Знаете Агностик Больше Вот Ислам Ислам Вред Ислам Не Будет Номер Один Почему Потому Что Ислам Это Религия Против Болезней Посмотрите Все Мусульманки Всегда Всю Жизнь С Закрытыми Ртами Закрыты С Перчатками Да И Как бы Бог Един И Поэтому Как бы И плюс Это религия Чистоты То есть Ислам Это религия Чистоты То есть Пять раз В день Там Ты моешься Подмываешься Ухажешь За собой И люди К этому Потихоньку Приходят Из того То Что Сейчас Такая Ситуация С болезнью С коронавирусом Посмотрите Везде Санитайзеры Стоят Везде Люди Заставляют Руки Потому что Свинюшек Не заставишь Руки Помыть Помыться Подмыться И так далее И тому подобное В итоге Все люди Когда умирает Приходят К тому Что Бог Един Вот И все Постепенно Будут Приходить Скорее К мусульманству К исламу Ну Как бы Пока Что Ты этого Не понимаешь Но В итоге Все К этому Придут Это Воинственная Нетерпимая Религия Неправда Ислам Каждый по-своему Трактует Во-первых Прежде чем Говорить Что-то Когда мне Пишут Что Ислам Это Воинственная Нетерпимая Религия Я могу Сделать Вывод Что К сожалению Человек Не читает Литературу Не читал Ни разу Коран Не читал Ни разу Хадисы Аяты И даже Не знает Что это Такое В основном Вот Поэтому Ни разу Не изучал Ислам С точки зрения Психологии Психофизики С точки зрения Химии И так далее И тому подобное Вот Поэтому Поэтому Да Сначала Прежде чем Величать Ислам Почитайте Квантовую Физику Вам Кстати Поможет Тем более Что Тем более Что Ислам Это Космическая Энергия Вы знаете Что Сама Кибла Которая Да Вот Которая Вот Направно Когда Человек Когда Постоянно Молющийся Молится Он Кладет Коврик По направлению Кибли Вот Кибла Это Она направлена В космос То есть Стоит она Как раз таки По направлению К Планете Сатурн Вообще Есть поверь Что Сатурн Это Производное Слово Сатана По факту Как будто бы Мусульмане Производное Молится Сатане Но Если Глубже Изучили Это все То Ислам Это Как раз таки Больше Космическая Энергия Направленная В космос И Грубо говоря Все связано С космосом Как раз Итсюда Есть Астрология Нумерология И так далее И тому подобное Все для нас Уже Итсюда Я Итсюда Я Итсюда Итсюда Мусульманство Ислам Это Религия Космоса Это Религия Астрологии Нумерологии И так далее И тому подобное Я читала Производное В их религии Обманывают Неверных И не грех Если Если Ты такое читала Я пожалуйста Прошу В студию Источник Где Это написано Да Но лучше Не надо Мне лучше Не надо Говорить Что мне делать А что мне не делать Я Знаете Многие люди Не любят Поднимать Тему Религии А я считаю То что Ее нужно Поднимать Потому что Иначе Во что Верит Человечество Потому что Люди Очень многие Не осудивлены Я считаю Тему Религии Очень даже Нужно Поднимать Потому что В итоге Все люди Приходят Куда К тому Что они Молятся Богу А когда У них Какие-то Несчастья Я считаю То что Очень даже Нужно Поднимать Эту тему Потому что У нас В мире Сейчас Происходит Полный Хаос Люди Кто-то там С самоубийством Заканчивают Жизнь Тот еще чем Тот еще чем Тот не может Найти вообще Смысла жизни Вот и все Так Да Мы все Это знаем Не все И не все Как ты Начала Звучать Что-то Про Ислам Я сначала Начала Я У меня был Молодой Человек С которым Я Очень Долго Встречалась И он Как раз Таки Был сначала Неверующим Потом Ушел Полностью В религии Вот И Мне стало Интересно Что же Люди Что же Людям Движутся Что они Настолько Пропитаны Своей религией Солен Ракун Свят Да Ну так Периодически Спрессуемся Нельзя Провоцировать Чувство Верующих Я не Провоцирую Чувство Верующих Подожди Слушай Мы живем Среди Верующих Я могу Провоцировать Кого угодно Не только Верующего Понимаешь Я могу Пойти По улице В купальники И спровоцировать Чувство Верующего Потому что У меня Слишком Красивая Попа Либо Слишком Красивая Грудь Ну что Я должна Теперь Одеться Во все Черное Нет Такого Не будет Я не Вас Имела Ввиду А Кого Вы Просто Квоздух Пишите Кабыр У нас Очень много Мусульман Ну Это хорошо Что есть Мусульмане Это хорошо Вообще Что У людей Есть Какая-то Своя Религия И так Далее Но Я Вообще Родилась Крещённая У меня Бывает Такое Что Когда Что Происходит Я Начинаю Вот Так Вот Делать Крестик Себе Там И Рисовать На самом Деле На самом Деле По Другому У меня Ислам У меня По-своему Воспринимается Религия Я По-своему В неё Верю Сегодняшние Мужчины Нифига Не верующие Сами Спят С кем хотят Потом Других Очень Что Грех А что Не грех Согласна Это не все Конечно Но большинство Это на самом деле Большая Большая Проблема Особенно Мужчины Которые Знаете Когда Спят С русскими Женщинами Да Вот Как у нас Есть Кавказские Женщины Есть Там Не знаю Там Русские Московские Женщины Не знаю Когда Хотя Кавказ Это тоже Россия Вообще Так То Я считаю Тоже Русские Но Не в этом Суть Когда Мужчины Спят Со Славянками Да То У них Как Да Типа То Что Вот Наши Женщины Так Так Себя Не Раздают Наши Женщины Так Себя Не Ведут Наши Женщины Ну Как Бы Когда Им Нужно Выгодно Сливаться Когда Мать Сейчас Папа С мамой На Побожке Настучат Нужно Потихоньку Потихоньку Сливаться И Жениться Там На Кавказских Женщинах И так Дальше Там Родня Там Все Там У них Все Завязано И тем более Что Каждая Мать Кавказского Мужчины Она Старается Подороже Продать Своего Сына Подороже Выдать Замуж Это Очень Часто Каждый Родитель Хочет Своего Ребенка Чтобы Ребенок Рос В Его Да Там Не знаю У него Там Были Отношения Там С Девушкой Из Благополучной Семьи Лицемеры Да Лицемерие Везде Абсолютно И В Исламе И Христианстве И так Далее Я Кстати За собой Замечаю Лицемерие Я С этим Очень Сильно Борюсь Но Я Замечаю За собой Тоже И У вас Тоже Такое Есть Я У вас Хочу Огорчить Большинство Ты С Лицемерие Никуда Не денешься Понимаешь Почему Потому что Когда что-то Нужно Когда нужна Чаская проблема К сожалению Приходится Лицемерие Потому что Иначе По-другому Никак Ну Люди Знаете Люди Хотят Слышать Правду Но К сожалению Не все готовы Ее воспринимать Скажи мне Правду А потом Из-за этой Правды Рушат Целые Поколения Если бы Знаете Если бы Все люди Говорили бы Только правду То мне кажется Мы бы Не выиграли Войну И Не знаю И у нас Было бы Все плохо У нас была бы Война На войне Если бы Все люди Говорили Правду Правду Муж Мусульман Я русская Но родители Мужа Захотели Чтобы Он Их сын Верой Принял И Вообще Ради кого-то Принимать Религию Это Самый На самом деле Большой грех Это Вот если Ради кого-то Принимаешь Религию Ты должна Сама Прийти Ты должна Сама Прийти К Выбору В плане Религии К чему Душа Лежит Но с другой Сторон Он Как бы Он Показал То что Ему не принципиально В какой Религии Быть И поэтому Он принял Религию Родители Почему Потому что Родителей Родителей Нужно Обожать Муж мусульманин Я русская Но мусульманин Это не Как сказать Это не национальность Мусульманин Мусульманин Как раз Религия Ну то есть Кто Исповедит Ислам Тот Мусульманин Муслим По-другому Называется Ну Таким Ну Таким Мусульманин Будет спать Будет спать С русской Но Не жениться Это Неправда Причем Тут Русская И Мусульманин Я опять Повторяю Что Мусульманин Это не национальность Это Религия С христианки Или с православной Я не знаю Мусульманин Очень Рассудительные Они Все Рассудительные Мусульманин Можно жениться На женщин В других Религиях Кроме Иудеек Почитайте Пожалуйста С кем Можно Мусульманин Делать Микях Кем Нет Так Ладненько Ребяточки Всем Добрых Снов Я Засыпаю Покасики 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 Покасики